Здравствуйте! С новостями города Латкарина сегодня познакомлю вас я, Максим Лукьянов, в этом выпуске. Круглый стол по вопросам строительства православного храма в Латкарине. Общественные слушания бюджета города на 2013 год. Концерт ко дню инвалидов. Вечер мейкопара в музыкальной школе. Новости спорта и многое другое. 29 ноября в администрации прошел круглый стол, главной темой которого стало строительство православного храма в нашем городе. Эта новость уже расколола интернет-сообщество на умеренных сторонников и ярых противников. Мы призываем вас не оставаться в стороне и высказывать свою позицию на сайте нашего телеканала. Инициативная группа латкаринцев выступила с предложением о строительстве храма в городе. Прежде чем приводить доводы за и против, нужно подчеркнуть, что строительство предполагается оплачивать из внебюджетных источников. Другими словами, деньги из бюджета города на храм выделяться не будут. Инициативная группа настаивает на строительстве храма за счет добровольных пожертвований. Это будет делаться всем миром. Во-первых, еще одна задача очень важная, так сказать, решиться, что люди смогут поверить в себя, что они что-то могут. Это дело их объединит. Круглый стол прошел цивилизованно и конструктивно. Последовавшее обсуждение в интернете показало, что главными доводами противников этой инициативы стало наличие в городе других нерешенных проблем. Таких как качество водопроводной воды, нехватка мест в детских садах, низкий уровень развития здравоохранения и социальной защищенности населения. Бесспорно, эти вопросы требуют решения и значительных денежных средств. В этом году начинаем два детских сада. В будущем году должны построить три детских сада. Четвертый детский сад в будущем году должны отремонтировать. Там на 40, на 50, 60 миллионов рублей. ДК Лучины должны привести центр молодежи в надлежащий вид. Туда тоже нужно более 37 миллионов рублей. Значит, женская консультация. Также там 25-30 миллионов рублей. Эти объекты будут в будущем году. Итак, храм предполагается строить не вместо, а вместе с решением насущных проблем города. В ходе круглого стола высказывались убеждения верующих в том, что строительство храма будет способствовать успешному преодолению известных трудностей. Да, и еще проблем много в городе. Конечно, и вода, и многое другое. Я думаю, что с Божьей помощью, когда будет храм, наверное, эти проблемы будут решаться. Прагматично настроенные участники интернет-обсуждения отвергают доводы о Божьей помощи и видят в строительстве храма угрозу пропаганды антинаучной картины мира. По результатам электронного голосования большинство пользователей интернетом высказывается за строительство храма в Латкарине. На город от 60 тысяч человек требуется храм от 500 до 1500 человек. Но когда мне благочинный сказал, хочешь служить в Латкарине, твоя задача обустроить больничный храм, чтобы в перспективе, когда там наладится в другом месте города нормальная общинная приходская жизнь, когда придут люди, которые и тебя узнают, и новую общину узнают, а в перспективе, конечно, в городе нужно строить еще один нормальный приходской храм. Идти, вот дойти мне до храма, я инвалид второй группы, другим там, ну молодым, дойти до храма, а это надо по транспорту. У меня вот операция на позвоночнике, я не могу ехать на автолайне, я приходится мне такси вызывать. И я, значит, говорю, по городу 60 рублей, до Петровского, до храма 70. В Петровской я очень часто хожу, там бывает такое, что не нальешь, а больничным храмом по субботам, вот, например, стоят люди в коридоре, и даже вот было такое, что люди были около больницы. 29 ноября за круглым столом единодушно высказывались доводы в пользу строительства храма. Не надо вот этой нам наркомании, вот этой танцев, вот этих пьянок, вот этого, извините, всякого там разврата. Давайте детей воспитывать. Ведь у каждого бывают такие сложные ситуации в жизни, особенно у молодых. А у него проблема, извините меня, он идет не в кабак залить горе там или проблему свою решить, не к продавцу наркотиков, а он подумает и придет, просто придет, без всяких, он придет в храм. Основной целью круглого стола стало принятие решения о месте строительства храма. Целесообразность этого строительства для православной паствы очевидна, а вот с местом не все так просто. Перед инициативной группой стал вопрос, строить небольшой храм в сжатые сроки или пойти по пути величественного долгостроя. Ведь многое будет зависеть от скорости сбора пожертвований. Там на 200 человек пусть, на 300 человек. Это будет в течение двух лет, возможно. Большой храм на тысячу человек, на полторы тысячи, это 10 лет мы его не увидим. Это вот я 100% даю. Браться за большой объект, это глупо просто. Это уйдем в десятилетия, если мы затеем в 100 миллионов объект, храм или церковь, как будем там называть. Высказывались предложения. Заброшенная танцевальная площадка возле ЛЗОСа и территория больничного городка. Но сходу решение принять не удалось. Поэтому администрация города предложила отсрочить выбор места для согласования деталей с генеральным планом развития города. Сейчас Управление архитектуры и градостроительства прорабатывает этот вопрос, учитывая генплан и пожелания инициативной группы. Идея, которая здесь прозвучала, по поводу того, чтобы мы рассмотрели все-таки территорию и построили действительно достойный храм, который будет не вот на тысячу человек, а нужно все-таки с перспективой на развитие у нас по генплану, с вами 70 тысяч предусмотрено. И мы потихонечку, потихонечку статистика показывает, что население увеличивается. Подводя итог этому сюжету, подчеркнем, тот факт, что инициативная группа предлагает строить именно православный храм, говорит о зрелости и сплоченности православной общины. Перед нами пример гражданской инициативы. Религиозные чувства верующих, как и убеждения в атеистической картине мира, не должны раскалывать общество на враждующие группировки. Если вы считаете, что городу необходима мечеть, синагога, буддийский храм или музей эволюции, никто не запрещает вам создать инициативную группу, собрать круглый стол и в рамках закона собирать средства. Многообразие мнений не повод для вражды, а мера духовного и культурного богатства горожан – залог успешного, процветающего будущего города Латкарина. Продолжение следует... 29 ноября в Латкарине прошел еще один круглый стол, посвященный правам застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования в условиях нового законодательства. Сюжет Марина Лопаткиной. Будет ли улучшено качество предоставляемой врачебной помощи? Как защитить свои права в системе обязательного медицинского страхования? Каковы в условиях нового законодательства условия финансирования медицины? Обо всем этом и многом другом говорили участники «Круглого стола», состоявшегося 29 ноября в зале заседания Латкаринского совета депутатов. В заседании приняли участие заместитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Юлия Следенко, латкаринские медработники, сотрудники администрации, представители общественных, профсоюзных организаций, латкаринских СМИ, а также предприятий. Речь шла в первую очередь о новом федеральном законе об обязательном медицинском страховании и его исполнении. Закон наш основной 326 ФЗ, который начал действовать уже с 2011 года. Ну, вы знаете, многие знают, многие уже из вас, я имею в виду представители общественных организаций, они уже получили полисы нового образца. Значит, вот в новом законе, там, как бы, он называется пациент-ориентированный, вот так вот, как бы, в правовых кругах. То есть он ориентирован на пациента. Судя по всему, ориентированно на интересы пациента и работа латкаринских органов самоуправления. Мы ремонтировали два циркультических отделения, они уже отремонтированы на сегодняшний день и уже работа в стационарах ведется полном объеме. Затем у нас завершен ремонт первой городской поликлиники и сейчас мы вот, мы вынуждены были временно объединить работу двух поликлиник в первой и второй поликлиники. Сейчас возглавляем работу первой поликлиники в полном объеме. Там будет у нас хороший качественный ремонт. Сейчас мы ремонтируем детско-инфекционное отделение. Рассчитываем, что к концу года будет этот ремонт завершен. И уже в начале следующего года мы постараемся, планируем организовать работу детского стационара в полном объеме. Потому что многие знают, что отсутствие детского стационара это в общем-то был достаточно большой проблемой для жителей нашего города. Кроме того, еще идет целый ряд дополнительных ремонтных работ. В частности, мы сейчас запустили ремонт неврологического стационара. Проводятся ремонтные работы в женской консультации, замена окон, пищеблок, ну и еще целый ряд разных объектов. Пользу подобных круглых столов трудно переоценить. Пациенты должны знать о своих правах. В этом уверены как медработники, так и сами граждане. А потому, подводя итоги встречи, собравшиеся попросили представителей власти усилить контроль за качеством оказываемой медицинской помощи, а также активизировать информирование населения о правах застрахованных пациентов. Марина Лопаткина, Георгий Саркисян, телеканал «Эткари». 8 декабря. Открытие обувного супермаркета «Монро». ТЦ «Весла». Улица Парковая, строение 2. «Монро». В Телемаксе тысяча товаров по суперцене. Покупать выгодно. Стиральная машина «Бош» всего за 13999. Телемакс. Вот что я выбираю. Работе четырехдневной комиссии по чрезвычайным ситуациям была посвящена минувшая неделе. Подробности в следующем сюжете. Комиссия правительства Московской области и Главного управления МЧС России по Московской области провела комплексную проверку Латкарина по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 27 ноября в администрации состоялось знакомство председателя комиссии Максима Аршакяна и членов комиссии с руководителями городских организаций, задействованных в предупреждении о ликвидации чрезвычайных ситуаций. У нас такие проверки, это не новое. Мы такие проверки проводим раз в четыре года во всех муниципальных образованиях. То же самое и здесь. То есть, есть план, утвержденный губернатором основных мероприятий на 2019 год. И вот этот период проводится здесь. Основные задачи посмотреть и реально выявить. Вы знаете, что в последнее время очень много чрезвычайных ситуаций в мире, в том числе и в нашей стране. И люди, то население, которое находится здесь, оно должно быть готово ко всему. Наша задача посмотреть, как это на месте, как органы местного самоуправления проводят эти мероприятия, как люди готовы к этому. И наша задача стоит не в том, чтобы как-то найти какие-то вот, или наказать кого-то. Наша задача стоит, чтобы след был положительный после этой комиссии. Работу комиссии договорились проводить в два этапа. Вначале отработать защиту населения, а после провести командно-штабную тренировку. Состоялся смотр готовности спасательных служб гражданской обороны и территориальных аварийно-спасательных формирований. В проверке участвовали городские предприятия, центральная больница, образовательное учреждение Латкарина. С докладом на рабочем совещании комиссии выступил замглавы администрации города Александр Титаев. Как сообщил Александр Иванович, работа в области гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций ведется в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. На итоговом совещании председатель комиссии Максим Аршакян огласил результаты проведенной проверки. По итогам проверки, значит, у нас в течение 10 дней будет составлено проверки, где будет каждое направление оценено по качеству проверки. То есть мы определили степень готовности органов управления по военному периоду. Мы дали определенную оценку силами и средствам, обратили внимание на возможности политических действий. Председатель комиссии рекомендовал продолжить работу по созданию необходимого количества учебно-консультационных пунктов ГОЧС для подготовки неработающего населения, уделять больше внимания вопросам обучения работающего населения и школьников. Марина Лопаткина, Александр Тестов, Георгий Саркисян. Телеканал «Аткари». Продаются дома из оцилиндрованного бревна разной планировки площадью от 125 до 200 квадратных метров в Ступинском районе, деревне Большое Скрябино, Оксиненский сельский округ. Категория земли и землепоселений для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток, на участке электричество, скважина, охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода. До Московского Большого Кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продаже незастроенных участков. В Телемаксе тысяча товаров по суперцене! Покупать выгодно! LED-телевизор «Филипс» 32 дюйма всего за 11777. Телемакс. Вот что я выбираю. 4 декабря прошли общественные слушания, посвященные проекту бюджета города Латкарина на 2013 год. Этот основополагающий документ определяет стратегию власти формирования городских доходов и расходов, а также размер и источники покрытия дефицита бюджета. Бюджетная политика в наступающем году будет ориентирована на достижение стратегической цели повышения качества жизни латкаринцев за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и профессиональными бюджетными услугами. Планируется, что доходы бюджета в 2013 году будут складываться из налогов на доходы физических лиц, межбюджетных трансферов и, конечно же, собственных доходов. Доля последних в общем количестве доходов составит 63,5%. Структура бюджетных расходов выглядит следующим образом. На статью образования выделят самую крупную часть бюджета – 60%. Для сравнения, на охрану окружающей среды потратят 0,04%, ЖКХ – 5,9%, национальную экономику – 2,6%. Правоохранительная деятельность и национальная оборона получат финансирование в виде 0,2% и 0,3% бюджета соответственно. Общегосударственным вопросом выделено 11,6% бюджетных средств, обслуживание государственного и муниципального долга – 0,5%. Также примерно равные части бюджета получат физическая культура и спорт, социальная политика, здравоохранение, культура и кинематография. Отмечается также, что проект бюджета 2013 базируется на умеренно-оптимистическом сценарии развития экономики города. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Откари». Внимание, внимание, внимание! В торговом центре «Весна» открывается ресторан домашнего питания «Теремок». Срочно проводится набор сотрудников на должность повара-балинопека с бесплатным обучением и заработной платой от 25 тысяч рублей. Телефоны 495-736-93-95, 495-956-27-30. В «Телемаксе» тысяча товаров по суперцене. Покупать выгодно. Стиральная машина «Бош» всего за 13 999. «Телемакс» – вот что я выбираю. В пятницу во Дворце культуры «Мир» прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Этот всемирный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, в нашем городе отмечается регулярно. Ежегодно во Дворце культуры «Мир» для латкаринцев с ограниченными возможностями проводится праздничный концерт. Эти люди – самая преданная и благодарная публика. Неудивительно, что зрительный зал, как всегда, был полон. С трудом себя заставляю произнести слово «инвалиды». Тем более, еще труднее человек или люди с ограниченными возможностями. Как-то оно звучит немножко ущербно. Вот сейчас сидел и сам себе нашел оправдание. Люди с ограниченными физическими возможностями. Но я всегда преклоняюсь вот перед вами, перед людьми этой категории, потому что их возможности духа, возможности оптимизма поистину безграничны. О подобных мероприятиях не забывают и представители власти. Пользуясь возможностью общения с электоратом, глава города не ограничился словами поздравлений. Подвел итоги уходящего года, рассказал о проделанной работе и новых планах. В этот день почетные грамоты главы города, подарки и цветы были вручены семейным парам, отпраздновавшим юбилей семейной жизни в ноябре. Они распитали сына и дочь. Двух внучек и внука. И, наконец, главный подарок – праздничный концерт. На сей раз латкаринцев своими выступлениями поздравили профессиональные исполнители. Обладательница гран-при конкурса «Славянский базар», артистка театра Альба Лещенко Оксана Богословская, давно и хорошо известный латкаринцем ансамбль солистов телеканала «Культура» под руководством заслуженного артиста РСФСР Виктора Смоли и певец Владислав Косарев. «Живёт моя рада высоко зверевую, а дерев тот высокий, нет рода никому, он зверет тот высокий, нет рода никому, Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал «Латкари». В муниципальные бюджетные учреждения многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на постоянную работу требуется женщина 22-30 лет с российским гражданством, умением пользоваться компьютером, знанием роботехники и делопроизводства. Образование не ниже среднего специального. Требования. Высокий уровень исполнительности и дисциплины. Ответственность, стрессоустойчивость, внимательность, трудолюбие. Грамотная, письменная и устная речь. Умение общаться с людьми. Знание нормативно-правовой базы в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг приветствуется, как и опыт работы в сфере оказания услуг населения. Полный рабочий день. Работа на территории работодателя, то есть в городе Латкарина, квартал 3А, дом 9. Оформление в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. 29 ноября в музыкальной школе прошел концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора Самуила Моисеевича Майкопара. В музыкальном мире он был сказочником. Фортепианные пьесы для детей и юношества прославили Самуила Майкопара как композитора, а незаурядный талант пианиста перешел по наследству к его внуку Александру Майкопару. Заслуженный артист России, в чем репертуаре полное собрание клавесинных произведений Баха и все клавирные сонаты Гайдена, посетил Латкаринскую музыкальную школу. На мастер-классе выдающийся российский клавесинист, органист, музыковед и искусствовед познакомил юных музыкантов с нянцами исполнительского мастерства. Ежегодный традиционный конкурс Баха современность не за горами, поэтому рекомендации мастера такого высокого уровня стали бесценным подарком как для учеников, так и для преподавателей музыкальной школы. И и та-та-та-та! Не постараться, ня-ся! Потому что, и долг это так вот! И еще тут правильно написано! Ил menu Во второй день Хоть мы торги А, ты не готовно? Так же, в какие приближения Перед началом концерта Александр Евгеньевич рассказал о своем знаменитом «Деде», из чьих произведений и была составлена программа «Вечера». Отличительными чертами произведений искусства, созданных специально для юных сердец, является абсолютная искренность и кажущаяся простота, за которой кроется гениальность автора. Гениальность мейкопара-композитора в его умении музыкой возбуждать воображение образы, взятые непосредственно из мира ребенка. Самые знаменитые его миниатюры, объединенные в цикл «Бирюльки», названы в честь забытой детской игры, в которой из кучки безделушек, представляющих для детей особую ценность, при помощи крючка необходимо достать один из предметов, не потревожив другие. Название миниатюр соответствует артефактам детства. Пастушок, маленький командир, мотылек, музыкальная шкатулочка, семимильные сапоги, всадник в лесу. Разучивая эти маленькие шедевры, юные исполнители делают свои первые шаги в музыке. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. ПЕСНЯ Ведущая концерта, преподаватель-музыковед Лариса Шляхтова, обращалась с просьбой рассказать об образах, возникающих в воображении исполнителя в момент разучивания произведений. Представляла себе большой красивый мир, в котором летают красивые птицы, феи и растут цветы. У кукол праздник, и они танцуют под музыку. Мальвина танцует с другими куклами, а во второй части перо в уголке стоит и плачет. Даже в мультфильме у него длинные манжеты, и нарисованы здесь слезы. Помимо юных музыкантов и преподавателей нашего города, на сцене выступали учащиеся Московской детской музыкальной школы имени Майкопара. На поляне фея снов сидела и брела венок из нежных трав. Видя мотылька, она запела о красивых сказочных цветах. Финальной точкой концерта стало великолепное исполнение патетической сонаты Петховена. Моя жизнь в музыке началась в самом обычном опыте. Меня отдали в музыкальную школу, хотя поступление было забавное. С моей фамилией, значит, когда меня привели, послушали, все, в результате моим родителям предложили принять меня в школу, кажется, либо на баян, либо на скрипку. Вот привели Майкопара, предложить ему, так сказать, не фортепиано. Я убежден, что дети, которые занимаются музыкой, даже не важно, более успешно, менее успешно, они, в общем, как будто из другого теста сделаны. Это развивает необычайно, это дисциплинирует во всех смыслах. Вот необходимость уметь сыграть что-то метрический ролл. Раз, два, три, четыре. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вы думаете, это так просто? Это очень трудно. Это в ряде случаев даже не только музыкальное дарование или способность позволять это делать. Это работа головы. Алексей Пешков, Георгий Саркисян, телеканал «Латкари». В субботу латкаринские баскетболисты принимали у себя в гостях команду из Жуковского – «Спортакадемия Метеор». Подробности в сюжете Ольги Белозерцевой. После серии победных матчей, сыгранных на выезде, наши баскетболисты вновь вернулись в стены родного спорткомплекса «Кристалл». Латкаринцы, болеющие всем сердцем за городскую команду, вновь получили возможность поддержать ее. На сей раз в матче с БК «Спортакадемия Метеор» из Жуковского. В рамках первенства России среди мужских команд первой лиги. Выиграв вбрасывание, игроки команды «Кристалл» открыли счет. Завладев преимуществом в начале матча, наши баскетболисты уверенно лидировали. Соперник отставал на 6-10 очков. Тем не менее, к концу первой четверти жуковским баскетболистам удалось догнать БК «Кристалл». Счет стал выравниваться, но период все же завершился в пользу латкаринцев – 28-26. Во второй четверти «Кристаллу» удалось сохранить преимущество в игре. Латкаринцы, наконец, начали радовать болельщиков, реализуя буквально один за одним трехочковые. Четверть завершилась в пользу «Кристалла» – 46-39. В третьем периоде команда «Спортакадемия Метеор» с небольшим отрывом, но все же вырвалась вперед. Латкаринцам никак не удавалось завладеть преимуществом. Почти каждому мячу, заброшенному нашей командой в корзину, жуковские баскетболисты противопоставляли виртуозные трехочковые. Неожиданно исход четверти решил один единственный бросок, принесший команде «Кристалл» три очка и победу в периоде со счетом 71-69. Примерно равный счет на протяжении всей игры обеспечил интригу в конце матча. За минуту до его конца разрыв между командами составлял всего три очка. Латкаринцы лидировали с весьма небольшим отрывом – 90-87. Произойти могло все, что угодно. Но последняя минута последней четверти казалась бесконечной. Команды по очереди брали тайм-аут. Время то и дело останавливалось. Последнее наставление тренера и победный бросок. Команда «Кристалл» одержала победу в матче с БК «Спортакадемия Метеор» в городе Жуковский со счетом 92-87. Уважаемые телезрители, приглашаем вас поддержать латкаринскую команду в следующем домашнем матче с командой «Сатурн» в городе Раменское, который состоится 15 декабря в 13.00 в спорткомплексе «Кристалл». Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал «Латкари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkari.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии был Максим Лукьянов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова